Всемирные хоровые игры 2016 дали старт возрождению хорового движения на курорте. 25-30 лет назад сочинские коллективы были популярны далеко за пределами нашего города. Да и в самом Сочи постоянно проводились праздники песен, о чем свидетельствуют вот такие экспонаты музея дачи Барсовой. Вообще на курорте первое отделение русского хорового общества было создано в 1910 году дирижером Иваном Шмелевым. Это первый учитель музыки в нашем городе, первый хормейстер, он приехал сюда дирижером церковного хора, регентом. Вообще хоры они начинались в монастырях, в церквях, в России, на Руси. И у нас в Сочи не исключение, это классический вариант такой. Практически в каждом санатории на предприятии были свои музыкальные коллективы. А вот хормейстеров на курорте не хватало. Была даже создана сочинская школа хормейстеров Краснодарского дома от народного творчества. Ее воспитанники до сих пор в строю. Татьяна Пастор возглавляет народный хор ветеранов «Русская песня» Дома культуры Центрального района города. Она была также приглашена сюда на вечер открытия новой выставки, которая сопровождалась детскими голосами. Интересную программу представили воспитанники сочинских музыкальных школ. «Я по лугу гуляла, я сама рисовала». Сочи готов к принятию хоровых игр. Готов, я имею в виду, с творческой стороны. Мы уже выучились собираться вместе, выучились петь и зимой, и летом, и на ветру, и возле моря, и в жару, и где только мы не пели. В общем, мы готовы во всеоружии. 80-е годы называют золотым периодом развития сочинских хоровых коллективов. В те годы особо популярным был народный хор таксистов Сочи. Поющих таксистов курорта принимали в различных городах Юга России. И сами они гордились своими музыкальными успехами. Алексей Петров не применил написать табличку на бардачке, бардачок называется, где документы, всякие мелочи сохраняют. Там написал, на медной, выгравировал. Вас обслуживает солист народного мужского хора таксистов Алексей Петров. На выставке, которую сегодня посетили юные участники хоров, представлена пятая часть того, что десятилетиями собирали сотрудники музея. Это все то, что имеет отношение к поющему Сочи.